девчата всем привет я олеся с одессы вы на канале гуляем покупаем и мы пойдем сегодня у куману иду раздевалки кстати пустые при том что сейчас счастливые полчаса и пойду мериться девчата я набрала гору просто гору вещей и буду сейчас мерить вот это вот все раздевалки стою вот это вот все я буду мерить так вот этот шерстяной свитер вот посмотрите бордовой юбочкой под юбочку я бы одела наверное эти вот ford тоже потому что юбка короткая и черные плотные колготы я люблю такое сочетание еще можно в эту бордовую кали зеленым свитером или наоборот бордовую зеленую юбку и борту и зеленую бортовый свитер и наоборот короче уже заговариваюсь вот эти приглушенные цвета дружи бордо хаки вот это вот все и черные колготки я бы одену а кстати да и свитера заправила свитерочек хороший только его надо снимать всяких оттянут плечики цена на свитер это см где-то шерстяной свитерочек и юбочка юбочка 420 вот такой вот наборчик 800 и 4220 гривен где-то это выйдет все это 30 евро вот так плюс-минус юбка короткая девочки если у вас метр больше чем метр шестьдесят семь она будет очень короткая на меня она как раз вот идеально вот это платье рубашка но у него был пояс и он тогда смотрелся гораздо лучше если к нему подобрать аксессуары правильно правильную обувь я просто такая обувь вы понимали вот жаба лягушка это вот поэтому я всю себя не снимаю короче к ним нужно правильные к этому платью нужны правильные ботиночки правильный пояс и правильные аксессуары сюда и будет очень даже неплохо прическа у меня от шапки все уже прилеталась а так вообще можно подобрать что какой-то классный новогодний образ стильный не знаю сюда что-то массивное одеть куда массивную цепочку сережки какие-то красивые в общем уже что-то придумать пишите девочки силы придумали пишите мне с к размер но на м-ку тоже войдет очень симпатично это платье вот рубашкой качество оболденное моли брейкин какая-то вот брейкин девочки да это моли брейкин с очка 500 гривен цена 13 это 14 евро вот оно это платье мне она очень понравилась я не знаю как кому особенно учитывая что сейчас праздники вот именно в празднике такое одевается его надо вот так вот приталить правильные аксессуары правильную обувь можно даже вот одеть ботфорты тканевые тень бархатный чтобы они заходили за эту рубашку туда внутрь на каком-то устойчивом каблуке квадратном и будет очень красиво смотреться просто нужно ботфорты такие не яркие именно матовый кота бархат или замш одеваю армане и как говорится когда вы держите люксовую сумку руках ощущаете запах денег романе сарафанчик очень интересным колокольчиком он такой стоячий колокольчик но он на меня большой этот сарафан к сожалению у кого грудь хотя бы 95 тому будет в нем интересней меня нет я сюда вообще никак это м к полная причем м к может даже елька она на мне вот тут он даже большое хотя сарафан шикарный сюда что нибудь тоже придумать даже сейчас носить он не тонкий хотя ткань может быть можно даже поздней весной когда уже жарко но она не будет парить это какой-то катон со льном просто плотный вот чувствую запах денег джорджио армане можно купить блин за копейки девочки вот еще раз покажу цену 700 гривен это где-то 18 евро 17 вот бренд вот это 12 12 размер м.л. на эльске будет большое ну конечно сейчас можно грудь сделать силиконовый резко войдет туда нормально катон полиэстер и по моему ли он уже очки сняла вот такой вот сарафанчик он очень интересный мне он понравился и он как но и тут нигде нету следов что его носить носили и стирали где-то шута застирали нет вот подкладка хэбэш на полиэстер скорее всего что добавили чтобы цвет не выгорал но там даже не скажешь что там есть той полиэстер я вам честно говорю так девочки перехожу от armanic резервы смотрите смотрите на эту какая изысканная элегантность и аристократизм очень красивое платье но оно я думала на меня будет большое нифига подобного но на меня маленькая и это выдают это я не застегнула змейку до конца вот эти узость рукав короче сам рукав на меня узкий видите полчаса счастливые заканчиваются вот такое вот тоже платье неплохое тоже одеть куда-то нарядиться только к нему нужны изящные ботиночки не грубые уже вот это все с моды выход и не носки жабы как у меня должны быть какие-то изящные ботиночки тогда тогда она заиграет это такой чисто вот винтажный стиль фильм бесприданница очень жажду померить вот это платье потому что она я такие люблю фасоны но мне кажется что она на меня буду груди большой меня вообще спамеря это тоже из серии и из серии нарядных платьев мы готовимся к новогодним праздникам несмотря ни на что кстати и меня кстати пригласили если у меня получится театр наш перед новым годом оперный там будет какое-то якась выстава может я пиду и можно что-то присматривать так голограмма все как положено состав можете посмотреть и без очков нижечки сняла потому что в мире вещи через голову одеваем не облом одевать очки вот вот такое вот платье она очень приятная на ощупь но она не летние она такой вот чтобы сейчас одевать куда-нибудь на выход за 600 гривен купить диану она в десять раз дороже будет стоить со скидкой как девочки как я говорила она на меня в груди будет большое это платье надо чтобы грудь было хотя бы 90 там не такой вот такой так показывать вот она по колено по колено вот такой вот симпат ненькая платьишко на новогоднюю вечеринку очень даже ничего платье запахом на запах симпатичная для стройняшек хотя знаете даже есть ли есть какой-то животик вот это вот все дело она его прикроет потому что тут еще ткани есть и она все это так утянется и ткань приятная она как раз вот все иные долики фигурки но спрячет потому что пояс видите к широкий я уже так завязалась вообще завязать его можно очень красиво он длинный нашла платье мечты и она на меня большое но ничего если она меня дождется я его возьму на ушивку вот это не буду мерить если девушка мерила а девушка два раза больше меня и она на нее большое то и на меня тем более то я так уже взяла вот тут вот есть такие акцентные акцентные плечики я вам уже говорила с чем нужно его одеть это платье чем померить его чтобы показать и самой посмотреть вот его приложила не хочу его одевать видите там акцентные плечи его можно с какими-то узконосыми ботиночками ботильонами одеть и сделать из него болинтиажное платье и какую-то геометрическую объемную бижутерию одеть ну только не розовую черную серебристую и она заиграет будете это рената литвинова на показе болинтиага мореллу тоже не буду мерить она на меня большой это где-то элька и она по колено вот этот бренд так вот девочки жилетка максмара эска вот я ее одела на майку лучше одевать ее на бежевую майку тогда будет казаться что она будет на голом теле одет тоже очень интересная жилетка я не знаю подлинно это максмара или нет но сделано очень интересно и кстати такую штуку можно самим связать тут два квадрата и резинка кто вяжет воздушный кто умеет вязать воздушную сетку спицами легко цвет огонь кстати серые брюки теплые будет очень даже неплохо смотреться вот видео сзади меня все то что я мерила мне понравилось очень вот это платье и она моего размера прямо но мне очень такой необычная блин его можно носить и потом на какие-то мероприятия не только на новый год его можно носить потом в джинсами черными легко как тунику интересная штука напишите мне девчата что это за бренд и качество очень хорошая морелла это элечка девочки кому надо вы можете запросто ее прийти купить за такую смешную цену там это люксовый бренд стоит такие вещи 10 раз дороже на сайтах вот и спокойно одеть тоже с сапожками на мероприятия на шоу но в идеальном состоянии но ты если во первых вы не высокого роста потому что он мне со 167 ростом по до колена и вот это вы можете купить тоже я не хочу тоже умерить зара вот такое вот элечка может сюда спокойно зайти можно и меньше размер но тут надо правильно его обыграть все девчата я буду с вами прощаться ненадолго сниму следующий раз вам наверно верхнюю одежду или обувь тоже в хумане поэтому тюм-тюм ставьте что пишите что вам понравилось на мне ставьте лайкусики подковусики подписывайтесь на канал гуляем покупаем все и сегодня такая кайфуха такое шикарное море сейчас мы идем дальше гулять я вам все покажу и главное что сегодня солнце море спокойная штиль просто штиль а вот это вот все разбирают разбирают какие-то пляжи на стилы на пляжах которые во первых порушил шторм и во вторых пока погода спокойная делают какие-то ремонт он кстати шезлонги и перестрой перестройку чего-то делают сегодня солнышко сегодня так классно сегодня суббота мы солнца не видели наверное уже недели три каждый день это как бесконечный вечер я заводила максим чека в школу это мой сыночек и нас школа на восемь во первых заводишь просыпаешься темень уже и приходишь домой начинаю что-то делать квартире все время в доме темно и все время создается ощущение что вечер а сегодня за столько времени первый раз солнышко за недели три солнце вышло и такая спокойно и спокойно и погода я иду я просто балдею я даже сегодня не хотела ничего готовить такого основательного чтобы не не занять полдня на бригад на приготовление обедов чтобы не закопаться в этой кухне выехать на море пока пока солнышко потому что день короткий ой и можно приехать на море когда вот этой вот всей кайфухи уже не будет когда солнышко уйдет боже летняя погода я вам говорю ощущение что сейчас лето людей море сегодня конечно суббота выходной но все равно обычно знаете все бегут в любом городе не только в одессе все в субботу с утра бегут смотрите как залилась вода море при пришло море пляж забрала море обалдеть все бегут на базар и потом готовят обеды кто ходит на работу того два выходных и люди первой половине дня в субботу все заняты а сегодня люди стараются смотри по выходить смотрите сколько воды по прием по прибивала море приблизилась причем после шторма этого не было после вот его урагана который был у нас три недели назад со снегом с хуртовы нам и со всеми делами здесь был пляж а сейчас прибывает вода девчата забирают пляж там еще пляж есть а тут пляжа нет а там вообще пляжа нет я смотрю вот девчата кто наши девочки по уезжали с детьми в европу за границу кто куда кто даже и в америку и в канаду я знаю уезжали вот кто с одессы кто скучает покажу вам как обстоят наша обстановка на море хоть полюбуйтесь наши черные любимая шифер тут летал во время урагана я так понял вот это вот все летала во время урагана и сейчас все это дело еще и плюс разбирают боже тут прям глубоко обалдеть здесь был пляж здесь еще можно было под этим навесиком лежать он был не широкий но воды здесь по моему по моему не было если я не ошибаюсь уже то знаете тоже не аля улю тоже можно перепутать он девчата гуляют с детками вот смотрите как классно это ворота на море классный вид такой вообще супер вот обычная девочки показываю море зимой она волнуется она не прозрачная она такое цвета морской волны изумрудная мутная а сегодня смотрите на это море она летняя прозрачная летняя вода вот так вот с ними с ними не знаю что сейчас две недели до нового года никогда в жизни не скажешь продавите после шторма тут такое творилось тут все летала крушила крутилась вертелась а и все это в воде оказалось видите сколько мусора но это все уберут это не страшно тут аварийная лестница по ней ходить не буду но я вам так в целом покажу клево короче море летние вот так не знаю что сейчас декабрь месяц середина декабря можно подумать что середина июня кайфуха народ гуляет собачками и вообще классно вообще тихо так хотя сегодня погода теплее ой не холоднее крайне мере на градусники на термометре холоднее чем было даже допустим позавчера когда было темно ветер был и казалось позавчера что холоднее чем холодно очень ну что когда ветер влажный дует задувает во все места то неприятное вот сегодня по моему только плюс два или плюс один отключение что плюс 15 приятно гулять клёво и приятно одним простым словом тихо так и солнышко греет и чайка летит красиво избушка на курьих ножках парочка такая красивая он этот на ручке взял только что спустить чтобы она спустила взял ее за талию девочку это мальчик молодые совсем какие-то студенты наверное мой любимый бар куба его обожаю такую погоду если несколько дней продержится то на новый год и почки могут повырастать на деревьях люблю вообще все что связано с куба я не знаю почему музыку их не люблю тут всегда такая классная музыка летом в этом ресторанчике клёвый расцветка такая цвета цветовая гамма красивая тут у них есть и пляжный клуб летом клёво короче сейчас все конечно закрыто это сачок или сегодня это зонтик поломано господи мне уже мерещится сколько птичек все повалялось это все штормом и ветром по поднимали видите позже что-то творится тут разруха просто люди на якось убираю видите что-то творилось вообще тут летал этот шифер во все стороны а сейчас так клёво эти парочка влюбленных а птичек сколько погода спокойно и все все в море вообще вот мне девочки я вам так благодарна вы такие тоже позитивные вот вы от меня получаете позитивы я в ответ от вас получаю позитив вы мне пишите я так мы так любим когда ты гуляешь на море девочки сама люблю море всегда разное вот как на небо смотришь на облака так и на море она всегда разная она она с характером постоянно меняющимся на море приходишь ты напитываешься вот этой позитивом вот этим глаз у тебя отдыхает глядя на природу и в шторм когда приходишь классно и когда штиль вот такой как сегодня летом и зимой в любую погоду от моря напитываешься чем-то наверное таким свежим и морским и потом с новыми силами ты начинаешь что-то делать у тебя новые идеи совершенно обновляешься и в ли и лес мне кажется кто живет возле леса возле ну-у-у-у-у гор скажем так это тоже это тоже природа ты тоже туда ходишь ты напитываешься вот этой природой но слышите как ракушки шуршат голуби по ракушкам ходят и шуршат вот рапаны видите их внутри моллюсков этих едят кто не знал девочки они съедобные смотрите видите морская а это как это называется похоже на вино на кувшин с вином это ракушка я заберу домой кусочек моря вообще можно делать картины очень красиво тем более сейчас все для этого есть сейчас есть вот эти клей пластилины клей и горячие клеи господи я уже раньше мы на пластилин это все втыкали или на тарелки или на рамочки получались такие ракушечные на стенку ракушку из ракушек эти тарелки можно было на пластилин прямо так вот втыкали люди раньше не было вот это вот этих горячих клеев пистолетово сейчас вообще все есть для творчества вот так вот можно знаете красоту сделать а потом под на потоке начали выпускать тоже вот я помню таких тарелках сплетю и сплетенных из виноградной лозы или там я не знаю из соломы какой-то тоже вот такие наборы были ракушек красивых и они были запечатаны пленку если кто-то покупал такое тоже как сувениры продавали у нас на побережье но мне кажется что их делали где-то на потоке вот так вот набираешь ракушки можно взять какую-то сейчас я же говорю сейчас столько упаковки есть набрать вот этих ракушек можно куда даже коробку обычную картонную с мишурой вот этой знаете мишура из такая как из бумаги она или из чего или из соломы это миша вот так разложить ракушек так вот а свечку или мыло и будет подарочек кому-то приятный комплимент столько всего вот это вот все это это красота валяется под ногами понимаете так что я набираю потихоньку этих ракушек красивых потому что их прибило штормом и штормом очень много и возможно сделаю какие-то новогодние подарки соберу в коробочку какие-то комплименты знакомым друзьям туда поставлю какую-то может свечечку или какое-то мыло классное ручной работы в какую-то коробочку вместе с ракушками все это можно красиво красиво оформить бумагу крафтовую поставить завернуть в общем фантазия тут может быть бесконечно можно фантазировать эти рапаны ой рапаны мидии видите их вот и едят голуби красивое тоже оно побитое вороны их тоже бьют кушают что тут вы думаете делать вороны на пляже лопают сидят вон чайки плавают клёво так здесь такие чайки красивые все спокойно они себе спокойно плавают красотки они похожи на уточек в пруду не скажешь что это чайки да насколько тихая погода и насколько они сейчас не лето они спокойно могут возле берега плавать и никто их не отпугивает видите сколько далеко далеко вообще в спокойном состоянии как утки плавают вы видите красотки летнее море посмотрите на это море на эту воду шикарную таки тянет окунись если бы у меня не подмерзали чуть-чуть руки было бы полное ощущение что сейчас вообще-то лето а не зима понимаете он штормом понабивала видите какие классные ракушки а тут вообще сюда било это все дело к ветер видать был в эту сторону и здесь вообще полная куча ракушек вот мой пакетик людей море всякие красотки все я набрала я не боюсь здесь собирать некоторые написали лестничка будь осторожная могут быть мины мне кажется что тут уже столько проходило наших этих исследователей с миноискателями потому что обычно ищут что набьет этих как они называются он тут и тоже собирал видите рапанов что набьет собирают же знаете на ютюбе даже есть охотники за золотом за серебром они уже тут все миноискателям проискали поэтому я не боюсь видите сколько много ракушек красивых так вот их можно будет потом собрать в какой-то подарочек эти тоже люди выпрят ракушки что хотите в какой-то подарочек сделать красивейшую упаковочку в коробочку сложить это все с мишурой и сделать сувенирчик такой видите сколько много их тут именно сюда ветер видать волной бил и намыла сюда столько ракушек тоже ракушку какую-то девушка нашла такие вот она я я забыла себя показать вот она я я сегодня вот в таком вот видоне с шарфиком в шапочке такой вот тут можно насобирать себе вот девушка собирала в аквариум вот что-то перчатка кстати кто потерял я раньше тоже собирала в аквариум но у нас эти аквариумы они имеют такую особенность как заболевать вот этими всякими неправильными водорослями и я не захламляю аквариум всякими этими вот лишними предметами потому что все это потом тяжело чистить все таки видите народ гуляет правильно делают люди потому что погода шикарная солнечная вот а мы у их кстати свекра сегодня день рождения дедушки лёши я сейчас искать восемьдесят два по-моему года ему восемьде два или восемьде три уточню бедный после инсульта поедем его поздравим заедем бабушке вере с дедушкой лёшей вот и после моря уже сказала едем вначале на море пока солнце и поздравим дедушку лёшу нашу я уже вон набрала мешок ракушек буду что-то с ними придумывать он люды на бочке спортом занимается только что не на солнце что ныкаться не знаю на солнышке лучше ой тут кто-то тоже видите собирал ракушки уже на них по ним потоптались прикопали их вот это целенькие все видите хорошее кто-то собрал хорошее какое-то дитё видать и разных размеров классные такие нашла клад кто-то ищет золото я нашла свое золото я их перекипячу чуть-чуть недолго мне не в аквариуме мне не надо кипятить основательно по-моему и перекипячу и может бабушка с малым сделаем с Максимчиком вместе сделаем хендмейд подарочек с каким-нибудь этим сувенирчиком у нас дети же тоже развиваются когда делают что-то своими руками я например в детстве научилась вязать крючком раньше знаете не было интернета и мы читали мы читали я там с 13 лет я читала Анжелику Марианну потому что мне было интересно грубо говоря величный столет великолепный век только в книге и многие читали тогда начали в 90-х годах работать хорошо уже издательство и выпускать не только классику хотя классика это очень увлекательно я читала Чехова мне было интересно рассказы Чехова читать честно Воголя вот и так как нечем было больше занять мозг и фантазию дети читали вязали макраме там что-то выдумывали какие-то кашпо ковры чем только девочки не занимались это сейчас кому это надо это как знаете веселое увлечение уже для взрослых теток кому заняться совсем нечего молодежь вы не заставите взять в руки спицы или крючок видите ручеек идет так и вот так погода конечно суперическая просто суперическая я хожу и балдею вот мы к кораблику ресторану подошли видите сколько у меня уже этих самых ракушек ну балдежная балдежная погода море это вообще море это кайфуха такая это такое удовольствие и сегодня оно летнее во-первых нет медуз куда они всиделись прозрачная прекрасная вода и я сейчас уверена что приходят вот купальщики вот у дядечка который там занимался спортом стопудово может раздеться и залезть в воду у нас это все дело сплошь и рядом когда хорошая особенно погода это у нас и в шторм купались люди я у Натальи на канале видела там такие экстремалы лезли в воду не боясь даже волны может даже сегодня и Наталья разденется и залезет в воду кто знает о каком канале я говорю где часто все знают я может на пирс пойду сейчас я люблю на пирс когда заходишь в глубь в глубину тогда ты чувствуешь еще сильнее ярко выраженный такой запах моря даже лучше чем на берегу маленькие ракушки тоже можно взять набрать маленьких ракушек только красивых и пересыпать можно стеклышек вот таких вот набрать тоже они уже обтесаны в воде морской видите вот это была бутылка или от пива или от шампанского она стала мутной потому что ее вот эту гладкость вот этот лоск стесал песок она стала мутной и она уже не режет руки вот я пришла к кораблику детки играют солнце начало прям хорошо светить прям тепло стало здесь можно посидеть суши покушать на берегу вообще любое блюдо можно тут хорошее меню это одна сеть ресторан облака ресторан кораблик ресторан рыба очень хорошие у них хозяева там муж с женой все время забываю как их не фамилия вот они открыли сеть ресторана у нас в одессе вкусно и всегда красиво в ресторане тематически очень красиво оформлены рестораны здесь тоже лужа а я сейчас пойду на пирс и поснимаю вам с пирса всю эту красоту что-то видите озерцо выкопала эта вода сама так так это все дело зашла водичка эти люди сидят кушают клево тут красиво там все в таком средиземноморском стиле классный ресторан такой сейчас буду карабкаться карабкаться на пирс ой Максимчик ты идешь? пошли вот она эта красота дорога жизни а я ракушки впихнула в сумку надо вот на такие все мои мероприятия брать с собой рюкзак быстрее не свались иди и не иди по краю так главное тут не споткнуться и не булькнуть не иди только с краешку Масима иди чуть чуть дальше от этого от края потому что я булькать не хочу воду тебя спасать тут можно просто споткнуться в этой в обуви в ботинках грубых потому что видите какие у меня ботинки не дай боже булькнуть вот конечно я тут не глубоко но все равно нафига ну надо купание в куртке в пуховике понимаете вот тут кстати глубже чем здесь видите вода набила сюда и здесь своя атмосфера микро микро это самое а Максим непослушный стал упертый мне не нравится когда он вот так вот сам идет не дай боже споткнется и я не иди туда я сказала я все время у меня поднимается адреналин я переживаю за него то я где-то отвернусь не дай бог булькнет воду тут же глубина видите какие тут это все разбила вода я из-за Максима расслабиться не могу все опертый не хочет отходить говорю тихо чтоб не чувств буду возмущаться смотри мама смотри с этого с ролика наслаждение просто самое настоящее тут морская вода плюхкается а сзади играет джаз из ресторана тут где-то с головой где-то метра полтора два есть кто умеет плавать летом конечно скачет здесь в воду все солнце начинает чуть в дымку уходить и ветер какой-то потянулся видите потемнело солнце уходит в дымку вот мы успели когда солнце было в зените все солнышко уходит в дымку и становится темно потихоньку видите все почернела вода ушла вот эта летний флюор воды летняя прозрачность все сразу чувствуется что зима как только уходит солнце все становится зимно видите как море все оно как глаза человека морская вода она вот и бывает глаза зеленые знаете они темнее черные светлые так и море оно зависит от неба вот в каком настроении небо в таком настроении будет и морская вода все вода потемнела все солнце видите я вам показывала яркое солнышко все становится темно потянуло ветерком таким неприятным слышите ветер все становится холодно девочки сразу же мгновенно за минуту все сразу же почему то откуда то пошел вот этот холод морской ветер такой с моря сбоку как то оно так еще потянуло о о выходит солнышко смотрите 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 и сразу сейчас поменяется цвет воды не 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 вышло солнышко можно уходить у меня уже просто максим говорит мама я хочу домой нагулялся уже мы как раз вовремя же говорю я не закопалась в кастрюлях видите свой аквариум водоросли свои видите я не закопалась в кастрюлях я поехала пока было яркое солнце поехала на море и не пожалела абсолютно что мы съездили бог с ним с этим бытом я уже все что надо мне сделала дома даже чуть уборочку легкую и мы успели на вот эту погоду шикарную сразу же за буквально за пару минут поменялось все из морской прозрачной воды все становится вода мутная особенно с этой стороны она вообще черная потому что тут глубже уже не такое яркое солнце все и у меня рука уже начала мерзнуть потому что ветер сразу подул такой знаете зимний пронизывающий а было прям солнце светило теплый ветерочек все прыг уже все 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 по-другому настроение другое сейчас за час все это дело покроется туманом станет холодно и кто успел насладиться тому повезло кто не успел насладиться надо было все бросать идти на море наслаждаться этим видом этим этим солнцем получать витамин D мы успели мы получили только что мне зазвонил телефон и я как хрякнулась в эту лужу хорошо у меня ботинки на хорошей подошве я на море стараюсь не одевать кроссовки потому что я с телефоном я могу не заметить и хрякнуться в лужу или на пирсе или на берегу вот смотрите пришли мелкие кормильцы и чайки все тут как тут и подчиняем и Продолжение следует...